Ребят, всем привет! Сегодня очередная распаковочка и обзор новинки от компании KIA VITS. Ну что, интересно, что в этот раз мне прислали мои друзья KIA VITS. Давайте распакуем и покажу. В данной фирме у меня есть почти весь инструмент, и им я пользуюсь постоянно. Это не реклама, а действительно. У меня есть рюкзак, которым я все время хожу на работу, с работы, в машине, и он полностью набит инструментами от этой компании. Там у меня паяльник, отвертки, мультиметр, стрипер и немного еще что-то по мелочи. Но вот паяльника у меня нет у этой компании. Я очень хотел, чтобы в моем рюкзаке с инструментами еще появился и паяльник данной компании. Ну, достаточно качественный инструмент. Давайте же смотреть, что мне прислали. Еще, сами видели, только распаковал, еще не ознакомливался. Будем смотреть вместе с вами. Инструкция на английском языке. Далее верхний слой – это паяльник, жало и колпачок. Ну, я думаю, еще что-то будет внизу. Да, еще есть нижний слой. И сейчас посмотрим. Здесь у нас миниатюрная подставочка с губкой для очистки жала. И очень, очень, я вам так скажу, мощный шнур. Посмотрите, какая вот толщина. Шнур выглядит мощно и стильно. Есть даже кожаная такая застежка. Но я думаю, не в красоте дело. А далее нужно будет его просто протестировать, качественно или нет. Ну, а теперь, собственно, верхний слой. И давайте посмотрим на сам паяльничек и на его комплектацию. Мне прислали с одним жалом. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, чтобы было и блок питания. Но все же и за это спасибо. Итак, мы имеем сам паяльничек. Он выполнен в алюминиевом корпусе. Есть OLED-дисплей и две кнопочки. С торца разъем Type-C для питания самого паяльника, ну, либо прошивки. Чуть ниже у нас силиконовый наконечник, для того, чтобы можно было держать паяльник и не обжигаться. И фиксатор для жала, который откручивается. Здесь жало фиксируется вот этой гайкой. Просто так оно не вставляется и не закручивается. А именно нужно сначала открутить гаечку. Ставить жало до конца. И потом уже зафиксировать. Все, теперь оно никуда не денется. В комплекте мне пришло вот такое жало. Ну, такое стандартное, для обычной пайки. И очень порадовал колпачок. Такого я еще не встречал. У меня было очень много паяльников на обзорах, но такого не было. Он одевается на паяльник, прокручивается и держится плотно. Вот такой инструмент мы имеем. С защищенным жалом. Теперь ваше жало не повредится, не окислится от различной влаги. Ну, в общем, интересное решение такое. Первый раз встречаю. Перед тем, как включать его и тестировать, давайте сначала вкратце расскажу о его характеристике. Модель у нас это KE TS-02. Далее, мощность его максимально 65 Вт. И диагональ дисплея OLED 0,87 дюймов. Работает он, ну, питается от 9 до 20 Вольт. И, ну, соответственно, от разъема Type-C. Нагрев у него от 80 до 420 градусов. Питать его можно различными телефонными зарядками, блок питаниями, которые поддерживают быструю зарядку. Здесь есть 9 Вольт, 12, 15 и 20 Вольт. Если вы ему дадите 20 Вольт и хороший блок питания с хорошей силой тока, то у вас до заданной температуры он нагреется за 8 секунд. Если будет 15 Вольт, то там 12 секунд. 12 Вольт, 17 секунд. И на 9 Вольтах он у вас нагреется за 30 секунд. Есть у меня блок питания от другого паяльника. Поддерживает все режимы нужные. И 65 Ватт как раз мощность. Давайте включим и начнем тестировать. Буду использовать этот шнур. Уж очень мне он внушает доверие. Его толщина, ну, вообще, он прям как толстый кабель силовой. Ну что, первое включение. И смотрим, что у нас выйдет. Логотип Кио Витс. И то, что нужно нажать, левую кнопочку для включения паяльника. Нажимаем. И смотрите. Я даже не знаю, надо посмотреть будет. Напишу вам, за сколько он нагрелся. Температура скачет. В инструкции написано, что такое может быть при первом включении. То есть, когда вы ставите новое жало. Оно там отгорит, что-то включится, выключится. Датчики настроятся. В общем, происходит такая примитивная калибровка. Давайте разберем сам дисплей. Сверху мы видим температуру, которую у нас сейчас нажали. Внизу полосочка и процентное соотношение. Это нагрузка самого блок питания. Сейчас он нагружен на 7%. Справа у нас получается какой режим. Это 19 Вольт, почти 20. И снизу температурный режим, который установлен по умолчанию. Для того, чтобы выставить нужную вам температуру, нажимаем любую из кнопочек, левую или правую, кратковременно. Входим в меню. И здесь уже можем настраивать. Как и говорил, диапазон у нас от 80 до 420. Чтобы выключить паяльник, нужно зажать правую кнопку. И он выключается. Ну, соответственно, включить правую. Шаг переключения температуры здесь получается 10 градусов. На некоторых паяльниках можно даже настраивать. Переключать 1, 2, 5 градусов. Здесь 10 градусов. 310, 320, ну и так далее. Ну что, теперь давайте посмотрим, какие здесь есть пункты меню. Для этого нужно зажать обе клавиши. Так, давайте сначала выключим. Зажимаем и входим в меню. Первый пункт – это у нас подсветка. Подсветка самого дисплея. Для того, чтобы зайти, нужно зажать правую кнопочку. Для того, чтобы выйти из меню, нужно зажать левую кнопку. Плюс и минус. Настроили нужную яркость и выходим. Листать по меню, соответственно, левое, правое. Первый пункт, как я сказал, здесь их 8 штук. Первый пункт – яркость. Далее – калибровка. Если у вас есть эталонный какой-то термометр, и вы сомневаетесь, что жало показывает неправильную температуру, соответственно, заходим сюда и плюсуем или минусуем от выставленного, от температуры по умолчанию. Следующий пункт, третий. Получается, это у нас градусы или фаренгейты. Выбираем. Четвертый пункт – это пункт режим сна. Через сколько ваш паяльник, через сколько минут уйдет в режим сна. Соответственно, выставляем от одной минуты до двадцати. Далее – температура в режиме сна. Выставляем от 80 до 200. Но так как он нагревается достаточно быстро, то можно выставить и минимальную температуру. Ну, допустим, вы питаетесь от пауэрбанка, и тогда просто это будет экономия емкости пауэрбанка. Далее – чилд-лок, замок от детей. Если его включаем, я сейчас его не буду включать, нужно будет паяльник нажать три раза левую кнопочку. Тогда он включится. Ну, допустим, у вас маленький ребенок подошел, нажал и убежал. А так может и пожар случиться. Но здесь есть такая функция. Следующий пункт – это для левши или правши. Соответственно, будет меняться ориентация дисплея. Ну и последний пункт – это напряжение. У вас, допустим, вот как у меня сейчас стоит блок на 20, ну или тот же самый пауэрбанк. Максимальное его напряжение – 20, но вы хотите работать при 12 вольтах. Если мы выставим 12 вольт, то он принудительно будет работать на 12 вольтах. Но, соответственно, нагрев будет достаточно долгий. Сейчас блок питания нагружен на 100% в режиме 12 вольт. Вот, собственно, все пункты этого меню. Теперь вы знаете, как им пользоваться, как настраивать. В бумажной инструкции есть пошаговая инструкция, как прошить данный паяльник. Но если на данный момент нет свежей прошивочки, так что я вам не смогу показать. Теперь перейдем от практики к тестам и посмотрим, за сколько же он нагреется при 20 вольтах до 300 градусов. Оказывается, температура была выставлена в 340. Берем припойчик и смотрим. Все отлично плавится. Подопытным у нас будет блок питания от компьютера. Здесь тугоплавки и припой. И давайте посмотрим, как он справится. 340 градусов это мало, выставляем на максимум. Нагрузка была до 30% и сейчас падает. При 420 градусах самый жирный пятак, который не хотел плавиться, поддался и припой начинает расплавляться. Происходит это без добавления легкоплавки, припоев, которые плавятся там при 280-300 градусах. Вот, все отлично. Чтобы не портить жало, снижу температуру и поставлю на обычный рабочий режим. Ну, 300 градусов пока. В принципе, можно уже заканчивать, но расскажу вам немножко про вот эту губку. Некоторые не знают, как ей пользоваться. В таком состоянии ни в коем случае нельзя тереть об нее жало. Можно удалить слой, на который липнет припой. Данную губку нужно смачивать водой. Либо шприцом капнуть вот сюда, либо окунуть ее. И все, она моментально становится толстая. И теперь об нее можно вытирать жало. Чистить точнее. Посмотрите, какое стало чистое и блестящее жало. Никаких нагаров, никаких лишних припоев. Ее плюсы в том, что она не плавится. Некоторые даже используют губку для мытья посуды. Но поверьте, та губка плавится, и вы испортите жало. Наверное, пора заканчивать. Шнур я не протестировал. Пишите в комментариях, если хотите узнать его характеристики. Тогда я сделаю отдельный видосик. Сам-то я его, конечно, протестирую. Но если вам надо, то пишите. Все, рассказал все про этот паяльник. Очень рад, что теперь в моей коллекции, как я сказал, от компании KIA VITS. Надо будет тоже снять отдельный видосик. Показать вам, какими инструментами я реально пользуюсь. Они уже имеют изношенный вид. Но я ими пользуюсь. И теперь у меня есть еще и паяльник. Все, прощаюсь с вами. Все ссылочки будут в описании. Желаю всем удачи. Поддерживайте мой канал. Пишите комментарии. Не болейте. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!